это бабочка бабочка арбуз это ромб коробка это кукла кукла я позанималась тем доброе арбуз и сижу в йога позе тут заплелась растягиваю бедра ого покажи что еще есть в книжке ромб артемий тут навел беспорядок и достал книжку теперь сидит как будто это не он тут все раскидал во все стороны арбуз да ну покажи что еще есть книжки покажи где где звезда нет это полумесяц все прочитал всю книжку уже молодец как он не успела мама тебя заснять мы вышли погулять потому что походу сегодня последний денек что там баба у тебя ничего не баба не придумал последний день когда нету дождя и температура выше 20 градусов или около 20 а еще я сегодня потратила минут 20 на то чтобы погуглить про ситуацию с парковкой в общем знаете что что я что многие из тех кто оставил комментарии конечно юридически под грамотами на самом деле часто думаю о том чтобы пойти на заочку на юристу учиться потому что блин мы живем в своей стране и не знаем своих прав и прочего и прочего но если в общем и целом то есть прецеденты уже когда распотребнадзор выписывал штраф парковкам за подобные действия вот это в общем а дальше для автомобилистов то что я сейчас расскажу будет полезно значит если вы потеряли талон то вы платите не штраф за его утерю вы возмещаете парковки его стоимость потому что штраф с вас компания брать не имеет права но это просто формулировка такая в договоре кстати у этой парковки где мы были так и прописано что компенсировать расходы то есть вы должны компенсировать вот эту бумажку собственно говоря меня это и взбудоражило то что одноразовый талон распечатанный вряд не может стоить 450 рублей я понимаю если бы это был талон гардеробный который бы стоил там ну скажем 200 рублей такой железный это да а бумажка которая на один раз она не стоит 450 рублей что я погуглила я погуглила законодательство наше относительно таких вот платных парковок частных и я прочитала полностью договор оказания услуг вот этой парковки она на сайте торгового комплекса размещена и есть несколько пунктов первый когда вы въезжаете на парковку вы автоматом заключаете договор с этой парковкой и вам необходим талон однако в договоре не указано когда вы должны получить этот талон то есть до въезда во время после ли там в течение одной минуты единственное временное ограничение которое там есть это то что если вы оплачивали парковку вы должны покинуть в течение 10 минут по поводу въезда никакой информации нету это уже сразу то есть ну как бы я имею право в течение минуты получить талон неизвестно возможно имею мне его не предоставили а парковка обязана это делать следующее я конечно же не нашла как сказать инструкции вот к этому автомату который выдает талоны потому что если он по инструкции обязан пропускать только когда ты взял в руки того то есть ну по сути доказан факт того что ты получил билет соответственно ты заключил договор тогда значит этот шлагбаум был неисправен и соответственно мы не несем ответственности вот это должен проверить роспотребнадзор они мне не дали это править следующее договоре написано что если допустим вы поставили машину на парковку и потеряли талон и по подозрениям сотрудников парковки вы пробовали на этой парковке скажем больше суток то они имеют право администрация парковки отсмотреть видеозапись чтобы отследить сколько конкретно вы пробыли на этой парковке и взыскать с вас почасовую оплату они 450 рублей вопрос почему администрации имеет право отсмотреть видео если у них есть подозрение что вы слишком долго там стояли но если у них есть подозрение что вы слишком мало там стояли то только вместе с сотрудниками полиции как мне вчера было сказано несостыковочка то есть они мне отказали в предоставлении видеозаписи я хотела узнать куда делся мой талон может кто-то его взял я бы пошла к этому человеку потом нашла его забрала у него свой талон и спокойно выехала то есть они вот в этом меня надурили потому что у них есть доступ к видеозаписи мне сказали что нет это второй такой пункт косячный с их стороны и третье это как раз тот факт что если ты теряешь талон ты должен им возместить стоимость этого талона вот что ты должен сделать соответственно чисто теоретически если я подам на них в суд ну или допустим вот сейчас я напишу в роспотребнадзор просьбу чтобы они проверили эту фирму и тогда парковка должна будет доказать роспотребнадзору что этот талон стоит 450 рублей ну то есть допустим бумага была из египетского папируса и вот такой вот клочок стоит 100 рублей чернила были из швейцарии и поэтому полграмма чернила стоит еще там 100 рублей и допустим 250 рублей нет хорошо 50 рубля износ автомата и еще 200 рублей стоит работа за два часа охранника который два часа вручную выписывал и клеил этот билет что-то в этом духе ну просто по факту себестоимость такой бумажки но даже с учетом износа автомата даже с учетом зарплаты сотрудников но максимум 10 рублей но не 450 вот так что вот эти три вопроса я сегодня направлю в роспотребнадзор чтобы я надеюсь этот запрос попал к адекватному сотруднику и их просто проверили мне не наши мне деньги возвращали мне надо чтобы их проверили но по факту есть прецедент что до парковки там штрафовали на 10 20 тысяч такие штуки и что надо делать если произошло такое вот как у нас например вот к примеру ты там находился 10 минут и это по сути бесплатно но ты потерял талон и вот происходит такая же ситуация как у нас надо делать не так как мы потому что мы как все неграмотные и типа ну проще заплатить чем спорить надо сделать следующее надо вызвать полицию если они вас не выпускают просто так то это удержание людей уже и имущество это незаконно это уголовный кодекс вызывайте полицию составляется два акта первый акт вы пишете что вас удерживали то есть ну как у вас заявка да что вас удерживали ваше имущество удерживали это незаконно парковка на это не имеет права и второй акт вы создаете что вы отказываетесь платить за парковку там по каким-то причинам дальше если все очень принципиальные парковка подает на вас в суд с просьбой чтобы суд приговорил вас к выплате этих денег допустим 500 рублей вы подаете в суд за то что вас удерживали но по факту компания не будет этого делать потому что ей нужно будет доказать что эта бумажка стоила 500 рублей чего они сделать не смогут вот так то поэтому надо быть умнее но если вы действительно были несколько часов на этой парковке и допустим сумма штрафа такая же или ниже чем то сколько вы должны заплатить за парковку то я не рекомендую ссориться потому что вы там простояли трое суток и вы откажетесь платить там 500 рублей то вас с вас потом через суд снимут 5000 рублей а так и за там 300 500 рублей выкинь пожалуйста то яблочко тут с дерева упала то никто судиться не будет потому что они на юриста больше поправят так что вот и нельзя никаких актов составлять напрямую с парковкой надо чтобы это все через полицейских было потому что напрямую с парковкой это тоже незаконно всякие расписки из серии я отказался платить бла бла вот я надеюсь это вам будет полезно потому что я по интернету поняла что я далеко не первая кто с таким сталкивался и вообще там народ иногда по две-три тысячи платит как в пулково например у девушки талон улетел ветром сдуло и ее заставили платить ну ничего потом пулково на 10 тысяч рублей штрафовали за это просто вот так написала в рост потребный а то родное письмо ребят вот очень многие пишут должна была спустить на тормозах бла бла там то что на я обычно и не лезу в конфликт это редко бывает когда меня доводят и блин я все-таки отношусь к тому типу людей которые вода скорее пойдет на конфликт чем будет удобно для окружающих на котором будут ездить и вот есть такие девушки знаете которые мягкие женственные вот это идеальная жена идеальная хозяйка то есть даже если какой конфликт она никогда ничего не скажет там за нее муж скажет она вот будет генерировать вот это тепло доброту и вот пример такой девушки то марина я иногда завидую как она умеет так вот спокойно ну вот не лезь никуда а мне есть этот стержень понимаете я и директором не зря работала то что я могу я умею я жесткой бывают я неудобный человек неудобная девочка я выхожу вперед и говорю то что надо говорить очень часто это что от меня при этом не хотят слышать у меня склад характер и такой всегда была просто ну наверно вы меня смотришь китая там сижу дома с ребенком как мамочка мамочка но блин надо будет таких ставить могу просто резко это дело потому что я не люблю это все на конфликты это конечно неприятно артемий поехал давай тут ух ты как ты едешь круто айяйяй чё такое да это я сзади могу держать тебя тут тире 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 вот так качать тебя пока артёша спит я приготовила кучу всего разного ребенку макарошки и вареная индейка нам с алишер не такие полезные эти сосиски но они остались шашлыков надо их доесть и потушила капусту сейчас буду кушать вот и еще я справилась с тем с чем хотела справиться направила обращение просто потребнодор теперь буду ждать ответа алишер приехал с работы и мы сейчас отправляемся в парк гулять взяли с собой самокат мяч еще один маленький мячик и хорошее настроение потому что погода чудесно наделись в одинаковые футболки чтобы сделать пару фоток но алишер по нашей старой доброй традиции по старой нашей доброй традиции забыл дома оба своих телефонов поэтому пошел с телефонами ждем еле уговорила артёша посидеть пять минут машине потому что мы куда-то ехать собираемся обещали гулять соседи собаку это собака большая щенок пока но это щенок уже размером с рексу а это щенок мы приехали к заливу но мы пойдем в парк сегодня вот туда в дубки на залив наверное не пойдем а может потом выйдем на него не знаю посмотрим догоняй подойди поближе к папе подойди поближе давай давай бери мячик и пинай папе да папе пинай мяч так куда ты пинаешь ты пошли в парк папа пинай мяч в парк парк пошли пойдем в парке играть там машинок нету папа отправился в лес за мячом издеваешься чё сын папа мяч не дает непонятно что происходит папа тебе мяч то даст догоняй а ты классно погулял тебе понравилось да хочу задумался давай рассказывай как ты там упал в залив и тебя пришлось переодевать было дело было и тут баба и так бабу а ты ушиб коленку когда засмотрелся на тетю и споткнулся да и мокро да потому что ты упал залив в общем артёша очень успешно погулял а мы а мы едем в окей затаривать как всегда полная корзина набрали целую кучу фруктов и овощей но она все снизу поэтому сверху видно только молочка артёша вынул из нас всю душу пока мы ехали из магазина домой за пять минут потому что ему нестерпимо хотелось виноградов и тишина она осталась настала только тогда когда я ему помыла виноград видите какой сосредоточен да да ты бесишься ты только что обнимался с котиком еще одна пустая баночка вот такая вот умывалка от янсен косметикс с собой брала в путешествие было удобно маленькая такая это мне в бьюти-боксе каком-то попалась моей коже подошло у меня кожа смешанная так что можно порекомендовать кстати напишите нужны ли вам дальше такие скажем так отзывы о пустых баночек баночках потому что я всегда забываю это как-то отдельно складывать для отдельного видео вот так вот по очереди когда что-то закончилось я могу рассказывать отзывы о продуктах надо или нет тот редкий случай когда собаку гуглевую я на ли шарта куфтау потому что он сегодня встал в 6 утра по моему что я пошел спать в половине десятого даже раньше в девять я осталась спорим рэкса пройдемте хотя бы еще чуть-чуть нападать посуду животных покормила вот гуглевую рэксу которую вам не видно что я сегодня в работе совсем мало успела но вот так классно погуляли слушайте я думаю это последний такой вот прям летний вечер в этом году на заливе сегодня было так восхитительно у меня другого слова не это просто закат точнее не закат это вечернее солнце легкий бриз дети играют все босиком бегают ни жарко ни холодно песок приятный море спокойно небо красиво ну просто нереально круто уютно супер 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 поэтому вечер прошел хорошо блин были совсем другие планы мы хотели завтра с алишером поехать снимать вторую часть видео которое мы снимали как вы ездили по городу но раньше завтра снова на работу слава богу не в 6 утра вставать в половине восьмого но все ровно вот или у меня был второй вариант это поехать с мамой в лес но опять же это возможно если у алишера выходной поэтому никто не сегодня на воскресенье а я не буду сидеть дома в понедельник надеюсь тоже все это мой собакой кстати это нашлось время чуть-чуть посмотреть сериал я так кайфу так мало надо для счастья просто посмотреть сериал кстати тараняне у меня звенит и я стала смотреть новый сериал который порекомендовали уже четыре блогера которых я смотрю это как избежать наказания за убийство и мне реально очень нравится так что с удовольствием смотрю ну как смотрю посуду мою такая что у меня за спиной в компьютере происходит ну ладно все всем до завтра всем пока